Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Вопросы защиты бизнеса обсудили в Западно-Казахстанской области. Под председательством областного прокурора Серика Шалабаева с участием руководителей контролирующих органов, представителей бизнеса и региональной палаты предпринимателей затронута тема инвестиций. Мусорный коллапс в Актубе набирает обороты. Оказывается, в городе остался всего один оператор, да и тот не справляется с возросшей нагрузкой. Теперь чиновники из Экимата начали сами вывозить мусор. Казахстанский футбол на подъеме. Отечественные клубы удивили Европу, не проиграв соперникам из Польши, Швейцарии и Грузии. Каковы шансы на проход в следующую стадию чемпионата клубов казахстанской премьер-лиги? Вопросы защиты бизнеса обсудили в Западно-Казахстанской области. Под председательством областного прокурора Серика Шалабаева с участием руководителей контролирующих органов, представители бизнеса и региональной палаты предпринимателей прошло совещание по проблемным вопросам привлечения инвестиций. Вопрос привлечения инвестиций находится на строжайшем контроле личной главы государства. Поэтому решается он интенсивными темпами, в том числе и в нашем регионе. Например, только за первое полугодие 2023 года сумма инвестиций в экономику области увеличилась на 30,7% и составила 250 миллиардов тенге. Каждый проект должен четко проанализировать, насколько это пойдет, не пойдет. Одно дело, да, скажем, озвучен, а другое дело мы качественно должны рисовать каждый проект, что он мог заработать. Между тем, для решения поставленных задач существуют препятствия. Часто все предприниматели сталкиваются с проблемами. В сферах налогообложения, земельных отношений, а также при получении технических условий и многих других. Для решения этих вопросов при прокуратуре создан фронт-офис. Касательно фронт-офиса. Он функционирует на базе прокуратуры области в целях оперативного принятия мер по проблемным вопросам инвесторов и содействия в продвижении значимых инвестиционных проектов. В задачи входит изучение каждой проблемы инвестора с выездом при необходимости на место совместно с госорганами. Предоставление правовой консультации с субъектом бизнеса и инвестором. Предприниматели, принявшие участие во встрече, озвучили ряд проблемных вопросов. Особенно, как выяснилось, бизнесмены волнуют проблемы субсидирования. По каждому проекту на уровне экспертной группы, сформированной, мы отработаем все риски. Проекты, если они запускаются, они должны, безусловно, конечно, работать. По словам главы региона, все озвученные вопросы взяты на контроль и будут отработаны совместно с прокуратурой. Цифровизация оказала положительный эффект на развитие товарооборота и транзитного потенциала, сообщает Комитет госдоходов. А модернизация пунктов пропуска увеличит пропускную способность и повысит эффективность работы. Что еще планируется в данной сфере и как намерены улучшить работу таможенных органов, расскажет наш корреспондент. Живописная картина очередей у пунктов пропуска то и дело мелькает и в интернете. Например, жалобы на длинную очередь на границу с Узбекистаном и, как пояснил на брифинге представитель департамента контроля, закрыт на самом деле всего один пост, а остальные функционируют в штатном режиме с частичными ограничениями. Но чтобы в целом процесс прохождения таможни проходил в ускоренном порядке, внедряют электронную очередь. Это минимизирует скопление ожидания на границе, ведь ранее у перевозчика не было информации о ситуации на месте. Вот тут и пригодятся новые цифровые процессы. К слову, электронная очередь внедряется сразу на 10 пунктах пропуска с третьими странами. Это исключает манипуляции с очередями, коррупционные риски и сводит на нет ожидания в живую очереди. Так, в 10 пунктах пропуска на государственной границе с третьими странами у нас внедрена система электронной очереди, которая обеспечила прозрачность всего перевозчного процесса, исключены все возможные манипуляции с очереди и коррупционные риски. Также исключены ожидания в живой очереди. С 1 июля текущего года вступило в действие ряд правовых актов, регламентирующих пропуск автотранспортных средств с использованием системы электронной очереди. Отмечаем, что ранее действующие временные схемы утратили свою силу. Более 70 тысяч человек уже воспользовались электронной очередью. По ней проследовало порядка 90 тысяч единиц транспорта, рассказал спикер. Есть еще специальный телеграм-чат, а еще автоматизирована выдача в электронном виде актов госконтроля на драгоценные металлы и свидетельства о безопасности конструкции транспорта, который используется при таможенной очистке. Был тут затронутый вопрос по Харгосу, который снова запущен в апреле после трехлетнего простоя. И теперь физлицы могут подать декларацию через мобильное приложение ЕСАЛА Хазамат, что ускорило и упростило процедуру таможенного декларирования товаров для личного пользования. 10 пунктов пропуска на границе ЕАЭС переживает модернизацию, и это позволит увеличить пропускную способность в 8 раз. Реконструкция по согласованию с узбекской стороной автомобильный пункт пропуска Капламбек, сопредельный Зионата, полностью закрыт на реконструкцию. Реконструкция остальных пунктов пропуска проводится без закрытия, но с ограничением движения легкового автотранспортного средства и физических лиц. Завершить реконструкцию во всех пунктах пропуска планируется до конца 2024 года. В Казахстане пересмотрят тарифы на медицинские услуги. Это связано с необходимостью повышения зарплат персоналу больницы и поликлиник. Действующие тарифы не учитывают ежегодный рост расходов на комуслуги, питание, лекарства и расходные материалы. Между тем, общий долг медорганизации превысил 87 миллиардов тенге. Эти и другие вопросы обсудили во время рабочей поездки председателя правления Фонда социального медицинского страхования Сабита Ахметова в Октюбинскую область. Тему продолжит Лейла Уесова. Более 4,5 миллиардов тенге задолжали 38 медицинских организаций Октюбинской области. В основном это государственные поликлиники и больницы. Напомню, есть установленные Минздравом тарифы, согласно которым организациям оплачивают каждый пролеченный случай. Но в то же время растет нагрузка на фонд оплаты труда. Дорожают комуслуги. На другие расходы практически не остается денег. У нас 76% дохода уходит на выплату заработной платы сотрудникам. Например, в Баиша в клинике на эти цели ушло 90%. Сейчас стоит вопрос сокращения штата, что вызывает недовольство людей. Из-за нехватки средств мы не можем приобрести тесты в поликлинике. Есть тесты с высокой стоимостью, но они нам необходимы. Посильную помощь поставщикам услуг в фонде окажут. В то же время сами медорганизации должны разработать и утвердить план финансового оздоровления. У каждой области, в принципе, проблемы одни и те же. Поэтому мы сейчас в рамках них готовим план работы по итогам поезда, которые мы сейчас перед собой будем ставить задачи, пути их решения. У нас амбулаторное лекарственное обеспечение, в том числе и для сердечников, в том числе и диабетиков, в полном объеме на 100% обеспечивается. Никаких проблем нет. Единственное, есть проблемы у многих горожан в плане очередей на узких специалистов. Врачи попросили Сабита Ахметова рассмотреть вопрос финансирования с учетом оказания помощи иногородним пациентам, которые приезжают лечиться в Актубе. При этом на своих жителей денег не всегда хватает, так как срабатывает линейная шкала. Этот вопрос глава фонда пообещал изучить. Что касается повышения тарифов по ОСМС, то здесь все зависит от возможности бюджета и поступления. Сегодня приоритетными направлениями являются скорая помощь и детские нозологии. В этом году по системе обязательного социального медицинского страхования дополнительно выделят 59 миллиардов тенге, из которых больше 3 миллиардов предусмотрены для медицинских организаций Актюбинской области. На сегодня средства доведены до филиалов, начаты конкурсные процедуры для дальнейшего распределения между клиниками. Лейла Уесова, Жумар Худайбергенов, телеканал ТТК-42, Актюбинская область. Мусорный коллапс в Актубе набирает обороты. Оказывается, в городе остался всего один оператор, да и тот не справляется с возросшей нагрузкой. Теперь чиновники из Акимата начали вывозить мусор. Когда город станет чище и почему жители не хотят платить по новым тарифам, узнавала Лейла Уесова. В Актюбе перестали вывозить мусор. Такая антисанитария может спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний, жалуются жители. Больше всего отходами завалена старая часть города и район Москва. К примеру, на этой контейнерной площадке отходы не вывозили, наверное, неделю. Теперь, чтобы убрать эту гору мусора, понадобится время и несколько рейсов мусоровоза. Жители жилого массива имени Есет Батыра недовольны работой мусоровозящих компаний. В благоустроенных дворах, рядом с детскими площадками, растут горы бытовых отходов. Люди жалуются, что не могут открыть форточки и подышать свежим воздухом, потому что неприятный запах доносится со всех сторон. Эту вонь не передать словами. Здесь дети играют. Невозможно просто так ходить, а пакеты летают по всему району. Это проблема всего города. Мы тонем все в мусоре. Меры не принимают. Мы сейчас не знаем вообще, какая компания нас обслуживает. Оказывается, сразу два оператора прекратили свою деятельность, поэтому Акимат Алматинского района Ак-Тубе пошел на вынужденные меры. Вывозом мусора теперь занимаются сами чиновники. Из-за долгов населения подрядчики не могут восполнить затраты на ГСМ и ремонт техники, оплату труда своих работников. Чтобы горожане исправно оплатили за вывоз отходов, власти намерены внедрить единую систему оплаты коммунальных услуг. Мы хотим разработать такую программу. По всем ком-услугам должен быть единый платежный документ. Туда войдет и вывоз мусора. У нас будет единая абонентская база по оплате за все услуги. Это увеличит поступление компаний за вывоз мусора. У них появятся деньги на закуп техники и оборудования. В планах приобрести еще 25 мусоровозов. Власти ищут новых инвесторов, которые помогут выйти из кризиса, но желающих пока нет, поэтому дворы многоэтажек продолжают утопать в бытовых отходах. А уже с августа жители Актубе будут платить за вывоз мусора по новым тарифам. Больше 400 тенге с человека. Жители пригородного Куральского поселка Деркул выразили беспокойство по поводу строительства арыков. По их мнению, подрядчик ведет работы с нарушениями, которые могут привести к нежелательным последствиям. А именно большая глубина арыков, что может способствовать промерзанию водопровода, проходящего под канавой. Также люди боятся за детей, которые могут провалиться в гидротехническое сооружение и получить травмы. Наш корреспондент разбирался в ситуации. Сам Алказеев живет в поселке Деркул. До этого времени, по его словам, он и соседи жили спокойно. Но с начала строительства арыков сельчане забеспокоились не на шутку. Арык соорудили неправильно, ведь их глубина составляет полтора метра. А под ним еще находится водопровод. От дна арыка до водопровода 50 сантиметров. Это, в свою очередь, может привести к промерзанию водопровода, рассказал мужчина. Данная проблема, связанная с арыками, решается довольно долгое время, когда здесь еще строили дорогу. Изначально нам говорили, что они не собираются строить арык. Мы, жители поселка, считаем, что арык построен неправильно и не по стандартам. Да и где это видно, что арыки сооружают прямо возле домов, ведь их принято строить возле дороги. Зимой, если вода промерзнет, что нам придется делать? Почему руководство поселка и города не думает об этом заранее? Ни застройщик, ни Акимат об этом не подумали, хотя мы не раз обращались к ним и говорили об этом. Наше главное требование, чтобы этот арык закопали и построили нормальный. Помимо вышеуказанных проблем, сельчан беспокоит то, что во время проливных дождей дети могут попасть в глубокий арык, что, в свою очередь, может привести к печальным последствиям. Для разъяснения данной ситуации наша съемочная группа отправилась в Акимат поселка Деркул. По словам чиновников, построить арык пришлось из-за паводкового периода, который приносило немало проблем местным жителям. Так как рельеф неровный, возникла такая ситуация, что лотки опустились ниже уровня земли более на метр. Поэтому жители начали обращаться в Акимат. Данный вопрос мы рассмотрели. Сейчас будем проводить работы по исправлению замечаний жителей. Получив ответ от руководителя отдела благоустройства поселка, мы связались с застройщиком, который, собственно, и соорудил арыки. По его словам, все начиналось хорошо, ведь земля была ровной. Ближе к середине начали появляться холмы, из-за которых арыки стали глубже. Но на вопрос, почему арыки так близко расположены к домам, мы не получили ответа. Подрядчик заверил, что они с местным Акиматом уже занимаются решением данной проблемы. Местным жильцам остается лишь надеяться на то, что поговорка, обещанного три года ждут, их не коснется. Дана Киримбаева, Виктор Портков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более полутора миллиардов тенге, выделенных на развитие агропромышленного комплекса. С 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса они похитили бюджетные средства. Сумма хищения превышает 1 миллиард 600 миллионов тенге. Организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы. В настоящее время установлено более 50 крестьянских хозяйств, вовлеченных членами ОПГ в свою преступную деятельность. Зарегистрировано 17 уголовных дел по фактам хищения путем мошенничества, создания и руководства организованной преступной группой. У членов группы обнаружены в банковских ячейках и на счетах денежные средства в иностранной и национальной валюте на суммы свыше 3 миллионов долларов США. В ходе предварительного следствия руководители крестьянских хозяйств дали признательные показания и добровольно возвратили государственный бюджет более 62 миллионов тенге. В ходе следствия под стражу взяты 5 активных членов ОПГ. Досудебное расследование продолжается и на информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разглашению не подлежит. Чаще уходить из дома стали подростки в Западно-Казахстанской области. В текущем году в регионе зарегистрировано 54 сообщения о без вести пропавших несовершеннолетних, местонахождение которых установлены в дежурные сутки и возвращены законным представителям. Один из последних фактов зарегистрирован вечером 24 июля. На пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что подросток 2009 года рождения вышел из дома и не вернулся. Какова судьба пропавшего в настоящее время узнавала Айдана Каримова. В последнее время в регионе участились факты ухода из дома несовершеннолетних. За истекший период по области зарегистрировано 54 сообщения о без вести пропавших несовершеннолетних, что на 17,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анализ статистики показывает, что основными причинами самовольных уходов подростков являются конфликтные ситуации в семье, занятость родителей и, как следствие, отсутствие контроля за досугом и связями детей, неорганизованность занятости несовершеннолетних, увлечение компьютерными играми, семейное неблагополучие и желание подростка самоутвердиться и выйти из-под контроля. Причин такого поведения – врушение базовых потребностей, например, таких, как потребность безопасности и потребность доверия. Потребность безопасности чаще всего бывает у тех подростков, которые сталкиваются в семье с чрезмерными требованиями, а иногда и жестокостью насилия по отношению к ним. Он может быть жертвой, допустим, буллинга, он может испытывать серьезный стресс из-за учебы. Совет у меня один и универсальный. Это повышать свою психологическую компетентность, понимать, что стоит за переживаниями ребенка, умение быть чутким, умение быть эмпатичным. Один из последних случаев ухода несовершеннолетнего из дома зафиксирован 24 июля. Пропал 13-летний подросток. Как только поступило сообщение, незамедлительно был ориентирован личный состав и сотрудники ювенальной полиции. В городе всю ночь искали подростка и нашли его под утро прогуливающимся по территории 4-го микрорайона. В настоящее время ребенок передан родителям. Позже выяснилось, что мальчик ранее неоднократно совершал побеги. Он пристрастился к интернет-играм, а законные представители его пристрастия не разделяли. Сам же несовершеннолетний не желал подчиняться каким-либо правилам. С подростком и родителями проведена профилактическая беседа. Как только поступило сообщение, был ориентирован личный состав сотрудники ювенальной полиции, управления полиции города Уральск. Всю ночь искали подростка и нашли его под утро по территории 4-го микрорайона города Уральск. В настоящее время ребенок передан родителям. В этой связи родителям рекомендуется проявлять искренний интерес к предпочтениям ребенка, тесно с ним контактировать, вместе преодолевать их жизненные трудности, знать лично друзей и круг общения своего ребенка, а также его увлечения и хобби. Дети должны доверять родителям. Только так они будут делиться своими проблемами и сложностями. Бесконтрольность со стороны родителей может привести к плачевным последствиям, говорят специалисты. Айдана Каримова, Нурлан Кунашва, Слабек Абекенов, ТДК-42. Опасные насекомые атакуют жителей Западно-Казахстанской области. С начала текущего года от укусов пауков в больницу обратилось 13 человек. Из них 6 несовершеннолетних. Большее количество пациентов регистрируется в таких районах, как Женебегский, Бурлинский и Косталовский. Отметим, что из 13 пострадавших человек 6 с областного центра. Казахстанский футбол на подъеме. Отечественные клубы удивили Европу, не проиграв соперникам из Польши, Швейцарии и Грузии. Если Ак-Тубе выиграла у грузинцев и почти решила исход двухматчевой серии, то вот у Костанайского Табола и Шемкенского Орда-Бассы вторая встреча носит ключевой характер. Наши корреспонденты оценили шансы на проход в следующую стадию клубов КПЛ. Подробности в сюжете. Жители планеты с нетерпением ждут наступления лета, в частности из-за начала отпусков. Но вот любители игры в футбол ждут с двойным энтузиазмом. Причина довольно простая. Именно летом стартут европейское первенство среди профессиональных клубов. Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций собирает победителей внутренних чемпионатов для определения лучших клубов Европы. С первого отборочного раунда в Кубковые баталии стартовали и клубы из Казахстана и успешно прошли во второй этап. Так, во втором круге Актубия за одноименного города, Костанайский Табол и Шемкенский Орда-Бассы встречались с клубами из Грузии, Польши и Швейцарии. Если Актубия и Табол первую встречу провели на выезде, то Шемкенский клуб первую игру проводил в родных стенах. И фактор домашней арены заставлял их идти вперед, что дало свои плоды и уже к 60-й минуте матча счет в игре был 2-0 в пользу хозяев. Но поляки не собирались мириться с этим счетом и отыграли один мяч в середине второго тайма. К концу матча поляки пошли на штурм и забили второй гол. Гол, который был забит не по правилам игры, а именно с офсайда. Но судья матча, представлявший Даню, не разобрал данный эпизод и засчитал гол. Позже судья совершил вторую ошибку, не засчитав в 100% пенальте ворота поляков. Итог игры 2-2 и Шемкенту предстоит очень тяжелый выезд. Игра была хорошая. Соперник показал отличный футбол. Хоть мы и были фаворитами, Ордебосе доказали, что с каждой командой нужно считаться. По поводу судейства ничего сказать не могу. Считаю, что судья сам оценивает каждый инцидент. Если в случае с шемкентцами судья сыграл главную роль, допустив ряд ошибок, то в матче швейцарского Базеля и Костанайского Тобола судья провел безупречный матч. Благодаря стараниям костанайцев в матче ими было забито три гола. В ответ в свои ворота получили лишь один мяч. Итоговая победа Костанайцев над полуфиналистом прошлого розыгрыша Лиги конференции и многократного чемпиона Швейцарии Базеля. Самым легким в игровом плане получилась игра у актюбинской команды, в соперниках у которых был грузинский торпедо. Актюбинцы легко разобрались с грузинцами, огрузив им четыре мяча и добившись победы за счетом 4-1. Скажу, что самую главную задачу мы выполнили – три очка. Может быть, это звучит банально, но мы очень рады и нужно, когда выиграем, иметь возможность. И нужно уметь радоваться, сохранять хорошее настроение. И сейчас мы после этой сложной, важной победы будем спокойно готовиться к матчу. Добавим, что футбольный бум в Казахстане продолжается. После успехов национальной команды представители КПЛ радуют на клубном турнире. Теперь Актюбин и Костанай проведут следующие матчи на родной арене. А шимкенцы должны проделать тяжелейший путь в Варшаву. Рустам Шарипов, Нурлан Кунаш, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Тенга Ки-Зет Оформи микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день по адресу улица Курмангазы 167, улица Курмангазы 80, микрорайон Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангерхана 18-2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова